доброе утро дорогие друзья сегодня уже по моему 17 октября у нас солнечно но сегодня ночью был мороз сейчас я подойду к окну не знаю увидите вы или не увидите здесь у нас вот такая игра утренняя наелись теперь энергию надо куда-то девать да вот капает с крыш это то что на крыше морозно было и вот вся трава сейчас постараюсь приблизить если вы видите она вся белесая был мороз сегодня очень был красивый восход ночью то я поленилась включить камеру сама полюбовалась и на этом все сегодня планы у меня я записана к врачу к зубному вот на 1330 пойду лечить дальше зубик потом конечно вам расскажу о впечатлениях что и как мне сделали или не сделали в общем это расскажу позже как же мне нравится наш домик залитый солнечным светом красота я уже с утра здесь начала вязать осталось месяц довязать вот этот мотивчик и уже наверное буду сшивать все таки я решила поменьше сделать мотивов по идее еще 6 нужно связать но я вот прицеплю 6 они 12 посмотрю ну размер и может быть просто потом обвязать нужно будет посмотрим если что довязать всегда успею в общем по очереди буду лепить 6 мотивов вот сейчас в планах у меня сделать домашний творог хочу вам показать как это выглядит из домашнего молока я уже сегодня позавтракала опять своей любимой картошечкой ну не могу я ну вот просто очень нравится и вы знаете вспомнила вкус детства что я очень любила картошку с кефиром но именно с кефиром не магазинным а домашним то есть когда перри перри кисает молоко вот это мы называли просто кваша кефир домашний мама на нем жарила оладушки вот я очень любила именно вот этот кефир почему-то с жареной картошкой попробуйте мне очень нравится вот сегодня я вспомнила такой завтрак вот у меня собралось кислое молоко посмотрите посмотрите какую ну хоть ножом режь видите на украине это называют кисляк сверху я собрала сметану получилось целая пиалка ну там наверно стакан тоже вчера уже съела ой как сытно в обед наверно съела и до вечера мне вообще не хотелось кушать так что сейчас буду ставить эту кастрюлю на плиту просто на огонь но буду ставить хитро и просто на медленном огне буду нагревать этот эту жидкость то есть этот кисляк или скисшее молоко или домашняя простокваша пока не отбросится творог ну то есть не отойдется эта жидкость сырого ткана называется ну а там на днях приезжает лёшек и конечно же мы сделаем домашние сыр нички вот у меня есть вот такая штука по моему она была в микроволновке это еще дело было в москве ну типа решетка гриль что-то такое вот я ее ставлю вот так на газовую плиту включаю газ по минимуму сюда поставлю сейчас кастрюлю мне нужно чтобы кастрюля была выше как можно выше огня то есть мне нужно сделать минимальный огонь чтобы творог был не жесткий вот включила я конфорку на самый минимум подняла кастрюлю на эту решетку и теперь остается ждать чтобы медленно медленно нагревал нагревался вот этот кисляк и там буквально минутки три отойдет жидкость сыроватка на ней кстати очень вкусная крошечка да и просто так ее полезно очень пить я очень люблю я ее собираю иногда выпиваю всю иногда нет что-то выливается и очень вкусные на этой сыроватке блинчики в общем безотходное производство я сначала покупала творог и сметану а теперь я все делаю сама и сметану собираю и творог собираю еще и сыроватка остается для блинчиков вчера в огороде насобирала последние яблочки жалко мне было их оставлять и думаю дай-ка я сварю компотик нарезала эти яблоки там наверное больше килограмма было как бы не два вот в такую кастрюльку их опустила прямо с кожурой только огрызки конечно выбрасывал и поставила кипятить долго она долго медленно кипела на медленном огне это кастрюлька моя добавила сахар и получилось у меня вот два литра вкуснейшего компота и вчера я пила вот у меня здесь баночка еще наверное пару банок вот таких 700 граммов а какой же вкусный домашний компотик в общем все яблочки пошли у меня в дело и как говорится на пользу друзья на днях ходила в магазин кстати в нашу новую пятерочку в общем я так скажу я не в восторге я увидела цены намного дороже чем в магните в общем даже не хочу вам ее показывать потому что я так поняла что я в не буду редкий гость хоть она и рядом возле дома но все же магнит мне нравится больше единственное что я купила что что-то нас творится у нас тут такие гонки просто гонки вот единственное что купила я в пятерки подешевле это по 249 рублей вырезку эту филе курицы и хочу сказать что кто делает запасы растительного масла знаете что в магните сейчас очень дешевое и хорошее масло 900 миллилитров но почти литр 66 рублей стоит взяла я 8 бутылок чтобы мне потом зимой не таскать вот а пятерка мне не понравилось очень очень дорогая да чистенько все хорошо ничего не могу сказать ну конечно она новая как повод куда там грязь будет спросила у кассира сколько какая у вас зарплата она сказала около 20 вот такие зарплаты у нас в чаплыгине но я вам хочу показать вот эту кореечку это грудинка копченая рядом с почта есть у нас замечательный магазинчик небольшой частный и там продают и мясо и я вот там покупаю вот такую грудинку это я жду лёшика вот чтобы его немножко порадовать он очень любит по осенью вот почему-то осенью хочется сала чего-то жирного вот такую грудинку купила мягенькая вкусненькая я ее попробовала конечно но в основном я покупала для лёшика 420 или 450 рублей за килограмм в общем на 308 рублей вот этот получился кусочек просто слюнки текут ах какая вкуснятина друзья давайте посмотрим что здесь у нас происходит ну вот я вижу уже начинает подходить вот эта жидкость и желтенькая еще немножко сейчас помешаю и будем отбрасывать творожок помешаю главное не передержать и не перегреть температура градусов ну 70 должна быть до кипения не надо вот поэтому я вот так вот вверх и подняла над конфоркой кастрюлю думаю грамм 600 творога будет какие вкусные сырнички друзья пока мешаю давайте вам расскажу как я делаю сырнички значит вбиваю одно яйцо кладу соль где-то чайную ложку сахара побольше я люблю без соды друзья внимание без соды и добавляю ложек 6 столовых горкой манки но естественно творог все это дело оставляю в тепле где-то на часик уже полчасика можно подольше можно сделать это вечером это вообще будет супер и поставить в холодильник чтобы манка набухла потом все это выкладываю на стол в муку и делаю такую колбасочку режу ее ножом и потом друзья ну получаются такие вот такие вот кусочки да потом беру вот так вот емкость какую-то стаканчик но это очень большая это я вам просто накрываю эту штуку отрезанную этой емкостью и вот так вот по столу в муке катаю для чего это очень получаются красивые ровные края вы этих сырничков и потом обжариваю на хорошо разогретом масле масло разогреваю кладу эти сырнички и делаю огонь на минимум раньше я обжаривала их с двух сторон где-то по минутке и отправляла в духовку доходить а сейчас я просто накрываю это крышкой и не включаю в духовку то есть одной с другой стороны обжарила накрыла и ставлю томить на медленном медленном огне но масло нужно побольше лить чтобы они не были сухие друзья это такая вкуснота вот опять же творог домашний у нас по моему по 350 рублей за килограмм в магазине 300 грамм стоило 168 рублей вот лебедянский творог сейчас не знаю даже не смотрела друзья уже давным-давно не покупаю я молочку поэтому даже не знаю вообще все подорожало очень все подорожало жидкость для розжига ту которую я использовала и использую для керосиновых ламп помню стоило по весне 76 рублей уже 100 рублей в той же пятерки но есть меня удивили цены на кошачьи корма вот этот вообще ну самый дешевый корм феликс в пакетиках мокрый который для кошек стоил 14 12 рублей сейчас он стоит 30 рублей друзья я в шоке вообще это больше чем в два раза может быть мне и пятерка это показалось ну как бы дорогой может быть сейчас везде так все подорожало не знаю просто не знаю но то что подорожало и будет дорожать это сто процентов так ну давайте еще посмотрим ну еще немножко и буду отбрасывать у меня есть такая ткань сетчатая вот я в нее отбрасываем дуршлаг и потом подвешиваю на смеситель на кухне она все стекает в раковина хочу показать вам друзья как я нашла решение для вот этих больших кастрюль просто вкрутив длинный саморез к стене в нашей терраски и вот так вот их повесила сколько же места сразу освободилась в шкафу так что вот вам еще один лайфхак как можно хранить вот такую большую посуду если конечно у вас частный дом где-то есть терраска может быть какой-то сарай потому что вот эти кастрюли они используются мной вот только при летом когда я консервирую что-то все остальное время их где-то надо хранить и естественно это отнимает пространство вот этот кстати вот это эмалированная штука я даже не знаю как это и как назвать была здесь у нас в электрической печи которую я нашла в сарае и она мне очень-очень помогала когда я на мясорубке перекручивала во первых низкая вот так ставишь и и широкая то есть брызги с мясорубки все летят сюда и очень удобно потому что потому что мясорубка она же тоже невысокая пододвинул и сюда я все перекручивал и смотрите в распор надо же полочку вот так прикрепили что все это стоит удобно и не падает да и вместо здесь в принципе не занимает в общем я очень довольна нашей проделанной работой все очень удобно да и я бы сказала красиво и все практически мы делали своими золотыми не побоюсь этого слова ручками с лёшиком здесь стоит шиповник вчера так и не дошел ход до него но пусть стоит перебил и будем заваривать чаек посмотрите как запотели окна терраски еще так не запотевали это говорит о том что здесь тепло а на улице ночью у нас был сегодня морозить давайте посмотрим что сейчас здесь происходит но вот сыроват к это уже уже приняла такой прозрачный вид все сейчас уже буду отбрасывать тут я говорю важный момент не передержать иначе творог будет суховатый шпулечка кушает мяско это у нее уже второй завтрак до школе шпуля любит мяско кушать как же шпуля любит мяско кушать посмотрите какая она уже большая стала это ей еще нет четырех месяцев 21 октября ей будет ровно четыре месяца нам до шпулечка но кушай кушай вот я отбросила творог соберу сыроватку взвешу сейчас он немножко стечет и скажу вам сколько получилось грамм творога вот так вот я приловчилась на смеситель привязываю этот творожок сейчас немножко он еще стечет здесь сыроватка вот такая желтенькая значит творог жирненький может быть блинчиков на жаре сейчас перелью в банку потом либо пить либо блинчики либо окрошка видите как удобно я могу пользоваться водой мойкой и творожок у меня тоже висит стекает вот такой вот узелок ну что друзья какой результат 567 грамм я тару сняла то есть это чистый вес получается где-то с 4 литров ну вот и считайте банка 180 рублей литры получается почем 60 рублей да значит 180 и 60 это 240 240 рублей ну давайте округлим 500 грамм творога да получается гораздо выгоднее друзья чем покупать в магазине давайте попробуем смотрите как хорошо отделяется от этой сеточки вот такой вот домашний творожок да это не сравнить магазинами друзья это очень вкусно вот еще одна причина почему я здесь потому что сейчас в основном я ем экологически чистые продукты ну вот приедет лёшек я нажарю ему сырничков так что будем себя немножко баловать все мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю желаю вам приятного аппетита хорошего настроения хорошей погоды хорошего вам дня до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока